Россия движется от авторитаризма, каковым она была до начала войны, в направлении тоталитаризма. Нельзя сказать, что мы туда уже приехали, что Россия уже сейчас полностью авторитарная государство. Ну нет, это еще не сталинская СССР, не нацистская Германия. Но направление движения очевидно, и по некоторым параметрам мы движемся совершенно очевидно в этом направлении. Значит, одной из важных характеристик тоталитаризма, конечно же, является абсолютная нетерпимость к протесту и максимально жестокое наказание за любое проявление несогласия. Вот, поэтому Навальный мертв. Но, правда, это такой, получается, знаете, трусливый тоталитаризм, который не расстреливает, так сказать, публичное, а делает это, так сказать, трусливо из-под тяжка, прикрываясь тромбом и так далее. В общем, если говорить, так сказать, ну совсем вот предметно, то можно сказать, что похоже, знаете, вот это провал с Надеждином, вот это вот очевидно такой недогляд Кремля, значит, привел к тому, что Путин просто окончательно разочаровался в, значит, вот этом своем, так сказать, политтехнологическом блоке, пропагандистском блоке и так далее, да, и просто передал полный контроль над внутрополитическим процессом в руки вот этой группировки ястребов, спецслужбы, значит, группировка, которая возглавляется, можно сказать, триумфератом Сечина, Патрушева и Громова. И, значит, а у них разговор, так сказать, простой, нет человека, нет проблемы. То есть они, то есть можно сказать, что Путин, знаете, окончательно махнул рукой на, так сказать, легитимность, то есть если раньше он за нее боролся, то теперь у него такое возобладало ощущение, что бог с ней с любовью народной, так сказать, ее уже не видать, значит, поэтому пусть хотя бы боятся. Вот, потому что совершенно очевидно, что смерть Навального, ну, это событие абсолютно непопулярное, это происшествие абсолютно непопулярное в среде, ну, подавляющее, подавляющее большинство групп, население. Ну, я думаю, что процентов 8-10 максимум, они по этому поводу испытывают радость, а для всех остальных это, даже для тех, кто, так сказать, не был сторонником Навального ни в коем случае, да, для большинства, так сказать, мирных обывателей все-таки, ну, это, так сказать, too much, это уже экстремизм, так сказать, да. Вот. То есть главная задача Путин сейчас ставит перед собой не понравиться населению, да, а запугать его. Я думаю, что, ну, вот, вот я чуть выше сказал о том, что эта история может быть связана с Надеждином, то есть вот эта волна, которая поднялась в момент сбора подписи за Надеждина, она, на самом деле, ну, совершенно нельзя ее недооценивать, надо понимать, что впервые за два года протест материализовался, то есть до этого протестные настроения, они были практически не видны, ну, за исключением, может быть, вот, недавно появившийся и все более становящийся все более критически настроенным по отношению к властям группы ждан мобилизованных. А, в общем-то, весь остальной протест, он, ну, это был протест одиночек, да, иногда там в одиночные пикеты люди выходили, вставали, их забирали, но вот так, так, чтобы массово люди материализовались, значит, показав, что, на самом деле, Путин совсем не такой уж безраздельный властитель дум, как об этом пытается нам рассказать российская пропаганда, и что поддержка СВО это вовсе не, так сказать, это не Альфа и Омега, это еще, это и не аксиома, это теорема, которая нуждается в доказательствах, вот эти толпы, эти десятки, даже сотни тысяч людей, которые вдруг материализовались по всем, значит, городам и весим, так сказать, да, то есть это не только Москва, которая, окей, привычная оппозиционная, да, но это повсеместно было, и вот это все, конечно же, но очень сильно изменило картину, вот это ощущение, картину общественных настроений в стране, и люди, которые, вот, значит, всколыхнулись, они снова на кухне, конечно, возвращаться не хотят, да, они ищут новые объекты приложения своих усилий, то есть сначала они поднялись, так сказать, бросились там поддерживать Дунцова, потом переключились на Надеждина, после недопуска Надеждина, значит, возникла угроза, что они опять что-то такое грандиозное предпримут. И с точки зрения Путина, конечно же, это такой колоссальный недогляд со стороны его администрации, да, они, в принципе, могли бы, вот как с его точки зрения, не допустить Надеждина до сбора подписей, и тогда бы вот этот протест так и не материализовался бы, он где-то подспудно, так сказать, существовал бы в воображении там каких-то отдельных людей, но он не был бы материален, вот. А вот эти, значит, политтехнологи там Киренковские, да, они заигрались, значит, в легитимность, как, я опять повторюсь, я рассказываю ситуацию, как ее, скорее всего, видит Путин. Значит, заигрались в эту легитимность, начали, значит, там миндальничать, вот, и зачем-то допустили его, демократию стали изображать, и взяли, допустили Надежду на до сбора подписей, и теперь не знаем, что с этим делать, вот. Ну, и в этой ситуации он, так сказать, скорее всего, вот дал отмашку ястребам, давайте делайте, что считаете нужным, но чтобы, значит, выборы прошли без сучка и задоринки, чтобы никто не дернулся. Я думаю, как-то вот так это было. Да, Бас, я вот, параллельно мы показываем кадры из разных периодов политической карьеры Алексея Навального. Мне без мурашек, я не могу смотреть на эти кадры, потому что я лично, вот, кадр за кадром смотрю на эти видео и понимаю, что я лично присутствовал на многих этих сценах, так уж вышло, и в судах, и просто не могу спокойно на это смотреть. Абас, как вам кажется, почему вчера эфир федерального канала, первого канала российского, естественно, подконтрольного Кремлю, был прерван для того, чтобы объявить о гибели Алексея? Это какой-то ход или это говорит о том, что даже внутри сотрудников первого канала, насколько бы там все не было плохо, есть люди солидарные с Алексеем, которым было важно сообщить вот эту новость? Нет, нет, я, конечно, далек от мысли думать, что это было что-то такое несогласованное с Кремлем, но, во всяком случае, никаких оснований так думать у меня нет. Первый канал, там гайки завинчены до отказа, особенно после Овсяниковой, там места в фронте и вольнодумству нет. Поэтому, ну, Кремль решил, что, так сказать, все равно все узнают об этом, вот, поэтому, ну, пусть узнают об этом, так сказать, в нашей интерпретации, да, так называемое правило первого звонка. Когда ты знаешь, что негативную новость, ну, удержать не удастся, ты сам ее выдаешь в тех формулировках, в которых считаешь нужным, в надежде, что именно они будут, в конце концов, доминировать. Как вы думаете, Аббас, вот вы сказали, что это опосредственно связано с Надеждином, с протестной активностью, с решением ее подавить, но ведь вот такой, если цинично рассуждать, такой шаг, как убийство главного российского оппозиционера, это только наоборот может подстегнуть протестную активность, разве нет? Такие вещи работают двояко. Они пугают большинство, потому что большинство, ну, это все-таки люди, мирные обыватели, они готовы рисковать жизнями, во всяком случае, во имя политических своих убеждений. То есть политика просто не занимает такого решающего места, так сказать, вот в их жизни, да. Для них, ну, политика – это один из факторов всего лишь, вторичный по отношению к личной жизни. И поэтому таких людей это пугает, и это большинство. А меньшинство, да, оно радикализуется, оно становится более радикальным, но все-таки не настолько, чтобы, вот, значит, взять, сейчас пойти на штурм, так сказать, кремлятам, да. Поэтому краткосрочный эффект будет, конечно, таким, ну, парализующим общество. Вот, в долгосрочной перспективе, да, конечно, отложится, что, ну, власть совсем утратила человеческий облик, значит, ну, никакой симпатии она не вызывает. То есть, строго говоря, в этом направлении и без того все двигалось, да. Ну, убийство Навального – это еще одно, так сказать, еще одно там ведро бензина, так сказать, этот костер, который сейчас разгорается. Вот, костер недовольства, негодования. И в какой-то момент, конечно, рванет, и рванет так, что многим мало не покажется. Ну, давайте, например, посмотрим на последние близкие к нам, так сказать, революции, чтобы далеко не ходить. Вот события 89-го года в Европе, в Восточной Европе, когда одна момент, ну, буквально в течение нескольких месяцев рухнули все социалистические режимы тамошние. Значит, единственный режим, где власть отдала приказ стрелять в народ, то есть в подавляющем большинстве случаев это был такой, знаете, транзит был мирным, значит, круглые столы, дискуссии между властью и оппозицией, выборы, значит, свободные или полусвободные, да, и по итогам выборов оппозиция постепенно приходила к власти, так было, например, в Польше. Ну, в общем, власть там себя вела, значит, более-менее прилично на последнем этапе, на этапе передачи власти оппозиции, и поэтому там все прошло мирно, и никто из правителей там не то, что не был казнен, даже в тюрьму не сел, там был какой-то, в Болгарии, Тодор Живков, если не ошибаюсь, какое-то короткое время там под домашним арестом просидел, но потом его, значит, освободили. Вот, и опять же, в Болгарии это тоже был достаточно жесткий режим, он был гораздо жестче, чем в Польше, или там в Чехословакии, или в Венгрии. Значит, а единственный режим, который, повторюсь, отдал приказ стрелять в народ, пытаясь подавить недовольство, это был режим Чаушеску, и Чаушеску был, Чаушеску же оказался единственным казненным из всех восточноевропейских правителей, повторюсь, все остальные даже в тюрьму не сели, просто ушли на пенсию. Вот тут закономерность, она такая общеизвестная, давным-давно многими уже политологами, так сказать, сформулирована, посчитано все, что, в общем, закономерность простая. Чем более жесткий агрессивный режим, тем яростнее будет революция, когда его, в конце концов, будут свергать. Аббас, а когда Алексей Навальный, давайте, вот раз уж мы по хронологии идем, когда Алексей Навальный становится главным российским оппозиционером, главным противником Путина, как минимум в видении западного мира? Это было на выборах мэра Москвы в 2013 году? По-настоящему его звезда зашла во время Болотной. Он был таким, знаете, новым массовым лицом протеста. То есть основные лидеры оппозиции там были еще старые, так сказать, значит, вроде Немцова, из 90-х. А Навальный как раз был лицом новой оппозиции, новым поколением оппозиции. Вот в конце 2011 года, в 2012 году, его звезда, так сказать, уже всерьез вошла. И потом по нарастающей выборы мэра Москвы, конечно, очень серьезный вклад в это дело внесли, потому что, конечно, совершенно неожиданно для властей. А Навальный, там же они все постоянно говорили, у Навального, так сказать, рейтинг там 2%. А он неожиданно набрал без малого 30, при том, что на самом деле, конечно, набрал больше, часть голосов была украдена. Часть голосов Собянину-то накидали с тем, чтобы нарисовать ему победу в первом туре. То есть он кое-как, буквально на бровях, чуть выше 50 набрал, чтобы победить в первом туре. Потому что во втором туре, если бы они вышли во второй тур, Собянину ничего не светило. Есть общеизвестная такая для всех политтехнологов закономерность. Если инкумбент не побеждает в первом туре, во втором туре шансов у него практически нет. И, конечно, тогда стало понятно, что Навальный – это, так сказать, звезда номер один. Но окончательно, наверное, он оформился в качестве лидера, когда придумал умное голосование и выступил в роли организатора побед над властями на многих, в том числе региональных выборах. Напомню, что, например, с помощью умного голосования на выборах в Мосгордуму в 20... Я не ошибаюсь, в 21-м году. Нет, в 20-м, кажется, году. Или даже в 19-м, извините, не помню точно. Но, по-моему, 19-й год. Значит, они тогда завоевали из, если не ошибаюсь, 45 мандатов, которые разыгрывались. Значит, 20, по-моему, 20 мест они выиграли у мэрии, у «Единой России». Ну, то есть практически половина мандатов они заполучили, несмотря на все вот эти, так сказать, административный ресурс, фальсификации и все такое. Ну вот, это было в чистом виде победы Навального. Потом скажу, что, наверное, очень громко он прозвучал, значит, когда организовал серию митингов против коррупции. Он вам не демон, помните, да? Когда он выпустил фильм, разоблачающий Медведева и его коррупцию. Это была ситуация, когда до этого там такой царил крымский консенсус, и казалось, что все массовые протесты вообще ушли в прошлое, так сказать, да? Общество абсолютно лояльно по отношению к властям. И вдруг реально десятки тысяч людей, я сейчас точную цифру не помню, но там под 100 тысяч, если не ошибаюсь, было. Значит, реально десятки тысяч людей вдруг выходят на улицы, ну, буквально на ровном месте. То есть Навальный вышел, показал фильм, да, и вдруг по всей стране пошли все серии протестов массовых. Вот. Это вот он тогда вот, ну, показал, что он хозяин повестки, да? То есть не то, что как другая оппозиция действует, значит, она сидит, ждет, когда власть делает что-то такое плохое, да, и начинает против этого протестовать. А Навальный в данном случае, повторюсь, сам создал информационный повод и сам его, значит, использовал. Вот. Отравили его уже, попытались отравить его, значит, именно потому, что он к тому моменту был безусловным уже вот лидером российской оппозиции, приближались выборы в Государственную Думу, рейтинг Единой России был, значит, крайне низким, едва, если не ошибаюсь, превышал на тот момент 30%. Вот. И, соответственно, Навальный с его умным голосованием, ну, представлял для системы колоссальную угрозу, потому что, когда у тебя такой низкий рейтинг, единственный шанс на победу у тебя заключается в том, что ты не дашь всем, кто недоволен, а их большинство, значит, консолидировано проголосовать за одного кандидата. То есть максимально надо распылить эти голоса протестные. Да, а Навальный со своим умным голосованием ломает просто напрочь вот эту игру властей. И от него надо было избавляться, и вот власти попытались это сделать. То есть к тому моменту, когда его травили, он уже был безусловным лидером российской оппозиции. Тем более, конечно, он таковым стал уже после того, как, значит, как его арестовали. Вот. Он показал, ну, вернувшись в Россию, зная, что его посадят, он показал такую, ну, чрезвычайную, значит, ну, такую силу характера продемонстрировал, которую в российской политике мало кто когда-нибудь демонстрировал. И, значит, надо понимать вообще, что вот очень... Путинский режим же очень персоналистский. Это, пожалуй, может быть, на сегодня самый персоналистский режим из тех, что существует в мире. Ну, может быть, только с Северной Кореей можно сравнить. И в таких ситуациях, в таких режимах политика вообще в значительной степени есть борьба характеров. Вот это не только столкновение разных идеологий, точек зрения, программ. Это схватка характеров. И Навальный эту схватку у Путина выигрывал. Да, потому что, ну, Навальный демонстрировал абсолютную веру в свои, в то, что он говорит и то, что он делает. Да, потому что когда ты, значит, как в случае с Путиным, когда, ну, твоя вера, то, что ты исповедуешь публично, значит, приносит тебе там высокий социальный статус, там, дворцы, значит, уважение, кучу подданных, значит, уважение, там, согнутые спины окружающих, так сказать. Ну, есть основания сомневаться в том, что твоя вера искренняя. Да, она просто тебе выгодна. А в случае с Навальным это было совершенно очевидно. Если ты за свою веру идешь на Голгофу, то, значит, ты действительно веришь в то, что ты делаешь. И, на самом деле, люди это чувствовали. И Путин это чувствовал, и Кремль это чувствовал. Поэтому они его так ненавидели, вот прям до дрожи, значит. Потому что вот проигрывая в ситуации, так сказать, полного подконтрольности Кремлю институтов официальной политики, он выигрывал вот с точки зрения сладких характеров и борьбы за общественное мнение. Но надо сказать, что вот в последний месяц, буквально уже после Нового года, когда выстрелил Надеждин, когда он выстрелил в значительной степени благодаря усилиям зарубежной оппозиции российской, Максима Каца, Ходорковского, людей из команды Навального. Пацан Навальный, он в тот момент в повестке отсутствовал, да, и было видно, что российская оппозиция на самом деле в состоянии действовать и без него. То есть, значит, из того, что я хвалю Навального, совершенно не обязательно делать вывод, что все, теперь, значит, оппозиция парализована и ни на что не способна. На самом деле переформатирование российского политического пространства после посадки Навального уже началось, стали появляться новые звезды, вот в частности Надеждин и так далее. В общем, процесс идет.